Иисус За меня свою жизнь Вечно верной тобою я живу Всегда ты рядом, Иисус Мой лучший друг Мой лучший друг Беском нечем ты Хранить в тебе нет И в любви на веках Вечный твой замет Возвещаясь со мной, Иисус Всегда ты рядом со мной Мой лучший друг Мой лучший друг Ты один, кто живет во мне Ты один, кому я воспеваю Ты один, кто так нужен мне Ты один, кому я доверяю Эй, радуются и веселятся все те, кто ждет Эй, договорят Не пристанно велик наш Бог Эй, радуются и веселятся все те, кто ждет Эй, договорят Не пристанно велик наш Бог Велик наш Бог Беском нечем ты Беском нечем ты Границ в тебе нет И в любви на веках Вечный твой замет Восхищаясь с тобой Иисус Всегда ты рядом со мной Мой лучший друг Мой лучший друг Ты один, кто так нужен мне Ты один, кому я воспеваю Ты один, кто живет во мне Ты один, кому я доверяю Эй, радуются и веселятся все те, кто ждет Эй, договорят Не пристанно велик наш Бог Эй, радуются и веселятся все те, кто ждет Эй, договорят Не пристанно велик наш Бог Велик наш Бог Тебя, Иисус, всегда хочу мне благодарить Дарить с тобою я хочу всю свою жизнь на жизнь Ведь на тресет указал мне свою любовь Что ты запасите на пикно Эй, радуется и веселятся все те, кто ждёт Эй, да говорят, мне пристанно велик наш плод Эй, радуется и веселятся все те, кто ждёт Эй, да говорят, мне пристанно велик наш плод Велик наш плод Я хочу говорить о духовной самостоятельности Очень большая проблема в христианском мире Вот то, что я наблюдаю, особенно последние полтора года Люди очень-очень несамостоятельные, рассеянные К чему я говорю? Вот представьте, человек Я вам сейчас хочу задать такой тест Представь, что ты оказался в местности Где ближайшие там 100, ну пусть даже вообще 200 километров Нет церквей, никаких Ни хороших, когда их много Мы такие, вот хорошая церковь, живая, мёртвая Полуживая, полумёртвая А вообще вот никаких, никаких И ты один Христианин Верующий И вот задай себе вопрос Твои действия Что ты будешь делать? Ходить некуда Знаете, там подчиняться даже некому Ни пастыря, ни начальника Ни пресвитера Вообще никого И вы знаете, что моё наблюдение Такое же, большинство людей, они просто теряются Это не значит, что Бог от них уходит Или они от Бога уходят Ну их жизнедеятельность христианская Если даже и была, она просто многое восстанавливается И очень мало людей Самостоятельных, которые делают своё дело Если оно вообще у них когда-то было Несмотря ни на что Спросите любого пастора Это беда в церкви Они все, знаете, как говорят Да, уже судя по времени Настава уже учителями им быть А они такие Из-под палки иногда И то Тяжело И вот я сегодня хочу говорить За духовную самостоятельность Начну, знаете, вот с такого интересного места В писании, притче, глава Шестой, восьмой стих У этой духовной несамостоятельности Есть очень серьёзная причина И она простая Она указана в этой притче В этом месте Здесь написано Пойди к муравью Ленивец Посмотри на действия его И будь мудрым Нет у него ни начальника Ни приставника Ни повелителя Но он Заготовляет летом хлеб свой Собирает во время жатвы Пищу свою Амин Я думаю, что все вы видели Муравейник Если понаблюдать За отдельно взятым муравьем Ты увидишь, что он упорно Целый день Делает какую-то работу И ты даже можешь заметить И услышать Что на него никто не кричит Было бы интересно Услышать, как муравьи кричат Его никто не кусает За ноги, за пятки Чтобы он шевелился И что-то делал Каким-то внутренним образом Он делает то, что делает Целый день Второй день День за днем И так постоянно Муравейник растет Возмышается Расширяется Благодаря тому, что Каждый из этих муравьев Ведет вот такой образ жизни Никто на него не кричит Ничего его там не подталкивает Не подначивает Но он каким-то образом Знает, что ему надо Сделать сегодня И знаете, как это называет Библия? Здесь написано Пойди посмотри на действия его И будь мудрым Он называет Соломон называет это мудростью Если бы я забегая вперед Если бы я тебя спросил А что такое мудрость? А вот Библия говорит Что мудрость это знать Что нужно делать сегодня Конкретно тебе Но мы знаем Что нам нужно делать Конкретно сегодня Нам нужно сегодня встать Поесть Попить Но здесь говорится О том, что у этого Муравья С его маленькой головой У него есть какая-то мудрость Что он заботится О своем будущем Он заботится о росте муравейника Он заботится о пище О пище мы тоже заботимся Смотрите, друзья Соломон предлагает Получиться у муравья И говорит, что у муравья Есть какая-то мудрость в этом Откуда у него мудрость? Какой мудростью движет муравей Когда делает то, что делает? Он что, книги читает? Нет Молится, духовную жизнь ведет? Нет Так откуда мудрость у него? Это его природа А, ну тогда все ясно У нас природа такая Ешь, пей, завтра умрем Или нет? Какая у нас природа, друзья? Божья природа Вот она мудрость На сегодняшний день Смотрите, давайте еще раз Отмечу еще этот момент Мудрость это наша новая природа Апостол Павел говорит, что Бог дал вам всю мудрость Говорит, нету недостатка ни в какой премудрости Ни в каком духовном благословении Нету никакого недостатка Соответственно, что? Когда он говорит Вы, ну, обратитесь Бог, он даст мудрость Он имеет в виду, что ты просто пользуешься своей духовной природой Если твоя духовная природа не влечет тебя Вот как, знаете, как этот муравей Заготовлять и собирать Сейчас мы разберем Что мы должны заготовлять и собирать Что с твоей природой? Она куда-то испарилась? Нет Она по-прежнему в тебе А в чем вопрос? Лень Лень И поэтому пока тебе лень У тебя всегда будет приставник И начальник Вот как здесь написано Давайте перечислить Начальник, приставник и повелитель В таком случае верующие обычно говорят Мы только Господу подчиняемся Но если честно То и Господу не подчиняются И поэтому всегда будет Знаете В этой ситуации пастор Вот что-то с ним не то Он плохой Или что-то он не то делает Или он плохо управляет Или еще что-то А зачем тебе вообще, чтобы тобой управлять? Нет, все, зубы вопрос Зачем тебе вообще, чтобы тобой управлять? Вот муравей, он молодец Он говорит, а мне не надо, чтобы мы управляли Я каждый день знаю, что мне делать И в этом мудрость Еще раз Мудрость Это не знать, как устроен мир и небеса Мудрость это знать, что тебе делать Именно тебе, именно сегодня Я 15 лет с Богом Не было ни одного дня, чтобы меня кто-то заставлял что-то делать Все, что я делал Я не говорю, что я никогда не ленился Но мне никогда никто не говорил Начинай церковь Начинай домашнюю руку Иди евангелизирую Меня никто никогда не заставлял ничего делать Сегодня не с собой хвалюсь Просто интересно Мы же говорим за внутреннюю природу И я с вами делюсь как свидетельством Почему-то мне всегда Меня внутри что-то толкало Я когда смотрю на людей, которых ничего не толкает Я понять не могу Либо эта природа не действует Либо лень уже обложила жиром мозги так, что они даже не хотят просто подумать в эту сторону Что ж случилось? Неужели так скопился этот жир в голове, что уже даже подумать в эту сторону Человек не хочет Поэтому он говорит, ленивец Мудрости поучись у муравья Он-то знает, что по природе он должен делать Даже не задумываясь Открывает в пятьсот раз свой муравейник Говорит, да Значит, каждая нора Вот его норка Или его там Домашняя группа И он думает Мне надо мою домашнюю группу кормить И чтобы зимой все было нормально Поэтому сегодня Знаете, говорит Ну мы семьи свои кормим Но если только это твоя природа То имей в виду, что Иисус говорит Что та природа, о которой ты говоришь Чтобы есть и пить Так она на кресте повисла Две тысячи лет назад Ее больше нет Но мы же едим Но это не главное Иначе ты язычник такой же, как и был Твоя новая природа требует новой пищи Новых заготовлений хлеба И новой работы в жатву Смотрите, еще раз возвращаемся Нет у него ни начальника Ни приставника Ни повелителя Но он Заготовляет летом хлеб свой Для духовной природы Это что означает? Заготовляет хлеб свой Кормить свой дух надо Вы некоторые так не кормите свой дух Знаете, мне лень кормить свой дух Давайте перекинем эту ситуацию на физическое тело Ой, так лень есть вообще Да через два дня Твоя природа Вот эта природа физическая Да она твою лень Разнесет Даже пылинки не останется Холодильник рухнет А ты когда-нибудь открывал Библию с таким же Володом? Ах, сейчас как я наемся Ты когда-нибудь пророчествовал в свою жизнь с таким Голодом? Может потому ты и слабый такой Потому что ты свою природу просто заставил молчать Попробуй Вот я тебе говорю Мне надо даже шевелиться Хочешь проверить свою физическую природу? Ложись на кровать Ничего не делай Не надо трудиться, чтобы захотеть есть Ложишься и ждешь Она тебя поднимет к вечеру Но что ж с твоей духовной природой произошло? Почему она тебя не поднимает столько времени вообще никуда? Хотите, вот забегая вперед, вам скажу Вот это причина появления культов Тогда я тебе дам приставника Он тебя будет бить в лицо Плевать, забирать деньги И тогда ты будешь подниматься раз за разом Ты будешь с улицы не вылазить с этими бумажками, фларами Иначе ты в ад пойдешь Тебе так будут говорить И смотришь, шевелится Все делает Павел об этом говорил так Я понять не могу Говорит, вы так любите, когда вас бьют в лицо Плюют, вот эти пощечины вам отрешивают Говорит, ну к струду скажу У меня на это сил не хватало Говорит, почему вы сами Не самоорганизуйте Что? Новая природа, она вас не поднимает с кровати Чтобы поесть Себя покормить Вы здесь? Ну ладно, хлеб Есть еще дальше Он говорит, заготовляет летом хлеб свой А еще, говорит, собирает во время жатвы что-то Пищу свою А здесь написано пищу Тут ты не прав Однажды Иисус сидел у колодца А ученики Сейчас вот на этот момент очень интересен Все двенадцать поперлись в магазин Я вижу в этом интересную штуку Скажите, вот если бы нас было двенадцать И между нами был Иисус Ты бы пошел в магазин? Пошел бы А я думаю, неужели Кому-то из вас двенадцати Неинтересно было остаться с ним А он один остался возле колодца Ну да сходите в магазин Троем, четвером Если мешки надо ценить Зачем двенадцать? Неужели ни одного заинтересованного Не нашлось с Иисусом по-биллу? И когда они пришли Стали говорить Вот еда Он говорит А у меня есть пища Которую вы не знаете Почему он их упрекнул? Они с радостью пошли в магазин Чтобы не оставаться И не грузиться наедине с Иисусом Вот как это ты делаешь Тебе лучше в магазин пойти Чем с Иисусом время провести И он говорит Вы не знаете еще этой пищи Почему он сказал? А дальше он говорит Потому что пища моя И створить волю отца И совершить дело его Ты когда-нибудь был так голоден Совершать его дело Что думаешь Только это меня может удовлетворить Вот есть момент Когда тебя сможет удовлетворить Только дело отца И он ученикам говорит Вы этой пищи не знаете А я хочу спросить А разве они не делали Дело отца вместе с ним? Делали Но знаете почему? Потому что он им сказал А ему никто не говорил Это было у него внутри И говорит Не буду делать Проголодаюсь Они говорят Пошли в магазин Говорят Да едите И остается Увидел самарян Вот оно Сейчас наемся Сейчас Вот оно Знаете как написано Заготовляет хлеб Это духовное питание Для тебя И говорит И собирает Во время жатвы Пищу свою Это значит Дальше он пришел Они когда пришли к нему Смотрите что он говорит О дорогие Так хочется много сказать И смотрите Зачитываю Иоанна 4.34-35 Иисус говорит И моя пища Есть творить Волю пославшего Меня отца И свыше дело его И дальше вдруг Что-то про жатву говорит Не говорите ли вы Что еще 4 месяца И наступит жатва Вот это лень Однажды придет пробуждение Глаза откроют Жатва уже началась И пища твоя Совершает Божье дело Это собирать Эту жатву Это должно быть С твоей духовной природой Делать это И друг мой Я тебе хочу сказать Что если тебе Три дня не хочется есть Ты болен Физически А если тебе Год не хочется Духовно есть Может ты уже мертв Спроси себя Ну природа твоя новая Почему она не требует Этой пищи Собирать жатву Себе хлеб Знаете Ну вот это Кормить себя Что с тобой Смотрите Наша природа Во Христе Заготовлять Требует Так же как у муравья Сама собой Заготовлять И собирать Знаете У меня нет Такого Вообще Понятия Что себя надо Заставлять Это делать Скорее всего И знаете Когда мы говорим За приставника И начальника И тут же говорим Что человек Движимый мудростью Он не нуждается В этом Ни в приставнике Ни в начальнике Вот я вам за себя говорю Не для того Чтобы сказать Смотрите какой он Я не знаю Как это происходит Вот ты сидишь Два-три дня Ничего не делаешь Потом тебе Уж подбраться Надо служить Жатва идет Как написано Сын беспутный Спит во время Жатвы Бестолочь Спит во время Жатвы Попробуй В физическом мире Так сделать Кто жил В деревне Знает А я думаю Человек Который говорит Что у него Иисус Внутри Этой его природы Не ощущает Никакого импульса Идти во время Жатвы Что-то делать Как его может быть Ты что Нас хочешь заставить Да не хочу заставить Я наоборот Хочу Чтобы тебе Не надо было Заставлять Если я тебя Сегодня Заставляю То я против себя Проповедую Значит я Представник Я тогда Ну что А ну пошли Нет Я просто сейчас Пытаюсь вопросом Что ты заглянул Внутри себя И услышу Что с твоей Природой Этой Новой И вот Иисус Скажи Иисус Вот Иисус Это и есть Это мудрость Знаешь Новая природа Внутри тебя Это не какое-то Облачко Это Иисус Если кому-то Непонятно Вы знаете Есть люди Говорят У нас Две природы Одна старая Грешная Одна новая Праведная Не буду Говорить Поднимите руки Кто согласен Это неправильная Теология Написано Что наша Старая природа Твой мертвый Дух Он был Распят на кресте И вместо этого Воскресший Новый Я теперь Тогда хочу Тебя спросить Если наша Природа Это наш Дух Куда делся Наш старый Дух Мертвый Куда он Делся Он исчез Его больше Теперь только Новый Маленькая Оговорочка Что он просто Живет в том же Теле Привыкшим Ничего не делать На эту тему Костюмчик Старый А человек Новый Поэтому Никакой Знаешь Ты хочешь себя Оправдать У меня Старая природа Ветхого Адама Надо спать Сначала Уложить А потом Пойти Уже Проповедренная Никакого Ветхого Адама У тебя Уже Давно Нет Есть Иисус И написано Дорогие Я вам сейчас Прочитаю Послание Ефесянам 1.21 Там написано Про него Что он Выше Всякого Правления Власти Силы Господства И всякого Имени Не только В этом Веке Но и в будущем Знаете Что это означает Все Что можно Назвать Начальником Представником Лидером Пастором Вот Иисус Выше всего Этого И он Есть Мудрость Божия И если Сегодня Это Мудрость Божия Которая Выше Вот смотрите Еще раз Повторяю Это Мудрость Божия Которая Есть Иисус Она Выше Всего Начальства И если И трудиться Нажатая Это Постоянно Постоянно Как Иисус Возле Колодца Сел И наелся Спас Душу И вышел Из города К нему А кому-то Удобнее было Быть в это Время В магазине Он говорит Вы просто Не в курсе Вы еще Этого Не знаете Они не были Еще рождены Слыши Они делали Что он Говорил Как приставник Да Он их там Учил Они ходили за ним Часто Не понимали Вообще Чем он Движен Вспоминаю Все время С изумлением Вы тут Не устали еще С изумлением Вспоминаю Как они шли За ним Написано Вот Поднимались В Иерусалим Вот мы Восходим В Иерусалим Там написано Что они шли За ним И ужасались Его Чистая Божья Природа Внутри Она вела Его На смерть Ради Жатвы Ради Того Чтобы У тебя И у меня Была Пища Вела Его На смерть Их Природа Они шли За ним И ужасались Они Вдыхали От страха Просто Знаешь Подниматься В город И тебя Убить Могут Кого Ты здесь Когда-нибудь Пытались Убить А вас Пытались Убить Так Что вы Знали Что В этот День Он Конкретно Вас Ждут И Вам Туда Надо Ити По Любому Это Вообще Знаешь Одно Где-то Замышляют Обезья Другое Дело Идти Туда Где-то Замышляют И Вот Они Ужасались Его Новая Природа Никто Его Не Заставлял Павел Был В Такой Ситуации Его Отговаривали Даже Помните Не Ходи В Иерусалим Тя Убьют Там Так Я И Рад Умереть За Имя Господа Иисуса Только Человек Движим Новой Природой Может Так Я же хочу Чтобы мы Начали Говорить Хорошие Вещи Друг Скажи Кому-то Рядом Ты Божий Муравей Вадим И Божьей Природы Ну Я Так Еще Муравьишка Пока Только Ходи Друг Хочу Вам Привести Пример Про Божьих Муравьев Хотите Такой Мощный Мне Он Так Нравится Написано В Деяниях 11 Главе 19 Между Тем Рассеявшиеся Отгонения Бывшего После Стефана Помните Стефана Камнями Побили Так Вот Эти Рассеявшиеся Написано Прошли До Феники Кипра Антиохи Никому Не проповедовать Слово Кроме Иудеев В другом Месте Написано Что Рассеявшиеся Шли И проповедовали Слово Прикиньте Разогнали Церковь Иерусалим Пришли Все Собираться Негде Вот Кипра Антиохи Феники И Павел Куда Потом Не приходил В какой Город Везде Встречал Учеников Они Накалили Людей Там Этих Иудеев Рассеян И Павел Приходил Потом Представьте Это гонение Которое Возникло Это же Павел Его и сделал Будучи сам Потом Гнал И в Дамаск Шел А в это Время Рассеянные Им Ученики Готовили Почву Для того Чтобы он Пришел Потом Открывать Церковь Вот Это Круто Рассеялись Я хочу Вам Не знают Куда ходить Но никому Не верят Им нужно Ищут Представника Мне все время Звонят И спрашивают Какой брат Ты вступил Кто твой Лидер Кто твой Пастор Я говорю Знаете Я говорю Спросите У этих Рассеявшихся Они ходили Это был Не один Голод Их Знаете Как Библию Назвать Рассеявшиеся Не общинка И даже Не домашечка А просто Рассеявшиеся Ученики У которых Природа От того Что они Рассеялись Не поменялась А знаете Что бы было Если бы Этой природы У них не было Они бы как Там сидели Ничего не делали И потерялись Ничего не делали Вы тут? Так вот Если ты Движим Этой природой Новой В какую Извиняюсь Тебя Секту Не засади И даже Если ты Вообще Останешься Без церкви Ничего Не поменяется Рассеявшиеся Покорили Евангелию Не какая-то Группа Миссионерская Я хочу Чтобы ты Это услышал Вот эти Божьи Муравьи Водимые Божьей Природой Их Выгнали Из церкви Вы знаете Эти люди Возможно Они годами Были вообще Без собрания Без общины Без ничего Им это не мешало Ну опять Сказали Перекаяли Все Азию Ну евреев Азийских Все Дошли до Кипра Финики Антиохи Вот это Да Сегодня человек Выходя Даже С собрания Это даже Он не рассеялся Просто Выходя С собрания Он уже Не знает Что ему делать Даже О тебе Не позаботиться Притопление Своей Духовной Не может Чашку До рта Донести Что это такое Себя Дух Свой Накорми И он что Ты не тянет Это дело Я в шоке От этого И это Меня изумляет Сейчас больше всего Мне звонят люди Говорят А в этом городе Есть ваша церковь Мы бы хотели Мы вас видели В ютубе Я говорю Церкви нету Но если ты ученик Так давай общаться Двигайся Открывай там домашку Церковь открывают У меня денег нету Какие нужны деньги Чтобы дома собирать Дудей Может вообще Пожертвования Не собирать Послушайте Дорогие друзья Чтобы открыть церковь Деньги не нужны И все Кто считает Иначе Плевать В лицо Не надо Скажи Ты не прав Так скажи Ты не прав Почему Ну я вам хочу сказать Что первая церковь И не только первая Она росла Потому что люди Собирались по домам Большая церковь С микрофонами И мигалками Нужна в основном Тому Кто хочет Ищеть славу Сиде И это не значит Что не может быть Больших церквей Но я вам хочу Задать Один вопрос В Китае Сейчас 200 миллионов Рожденных Свыше людей В коммунистическом Китае А теперь вопрос Студия Назовите Хоть одну Китайскую Телезвезду Проповедника Именно в Китае Коммунистическом 200 миллионов Человек Живут В домашних Группах И нет Ни одного Известного Проповедника Сколько на это Ушло денег Вообще Нисколько Потому что Китайские Муравьи Божьи Водимы Природой А не Представником По телевизору Божьей Природой Им ничего Не надо Для того Чтобы расти Чтобы муравейник Этот Рос и рост А как Увидеть Этот муравейник В каком-то Дворце Ты его не увидишь Он есть в духе Он есть Ты его не видишь Тебе не обязательно Куда-то прийти И прямо Увидеть Как они Все муравьи Собрались Муравьи В основном Собирают Здесь еще Сладенькое Кинуть Вот они Как раз И теряются И тут туда На это сладенькое И потом Можно их на воду Придавить Вот в основном Цель Вот этого Сладенького Понятно Смотрите Я хочу Чтобы вы Запомнили С этого Несколько Моментов Вот это Божья природа Новая Она должна Тебя водить Все Существа На земле Водимы Своей природой Говорится Одни На уловление И истребление Хищник Хищная природа Но если твоя природа Бог Задавай себе Этот вопрос Каждый день Пойти к муравью Научись мудрости Что тебе делать Именно сегодня Какое Если ты там Где-то потерян И куда-то Рассеялся Уехал в другой город Не надо Начинать с того Искать приставника Написано Пойти Научись мудрости Ухо Приклей Что там На высоте Где нет Вообще Никакого Начальства Говорят Иисус Ты вышли Всяком Начальства Силы Лидеров Пасторов Епископов Апостола Что ты говоришь Говорят Заготовляй хлеб Запасайся маслом Давай Я так сильно Там не проповедую Зачем мне так много масла Будешь проповедовать Пока что Придет возможность Потом за маслицем Поздно бежать будет Давай Молись каждый день Корни свой дух Будь сильным А еще что делать Имей ввиду жатва Жатва Что делать Бежать прямо на улицу Всех спасать Не надо Будь в один природы Муравьи не бросайте На все виденные вещи Каким то образом Узнать Какая соломинка Подходит Какая нет Мудрость есть Пастор Научи евангелизировать Приставник нужен Что сердце твое говорит Ну говори так Что если вдруг Разговор завяжется Может я что-то Ну ты давай делай Но если будешь Заготовлять пищу Своему духу Один раз так осмелее Что и на улицу Сможешь выйти Я хочу Чтобы мы сейчас Помолились И помолились Очень Эффективно Сказать вам Как молиться Эффективно Скажу одну фразу Я знаю Что в других из вас Она разбудит Молитвы хорошие Написано Или я был простой человек Но молитвой Помолилась И все Решилось Вот эта короткая фраза Пусть она тебе будет Девизом На всю жизнь Сказать Кто я такой Чтобы помолиться И вот написано Или я был Человек подобный Ам Такой Простой Но Вот это но Это самое главное Молитвой Помолился И я хочу Сегодня Чтобы это было Знаете Как он Молитвой Помолился И дождь пошел Небо Отворилось Вот ты сейчас Когда услышал Вот это И наверное Ты пережил Какое-то обличение Ты подумал Ну да Что-то я со своей Природой Как-то Потерялся У тебя есть еще Шанс Помолиться И стать этим Божьим муравьем Мудрость состоит в том Чтобы знать Что тебе делать Каждый день Не ищи такой мудрости Которая победит Всех спорщиков В мире Это чушь вообще Высшая мудрость Для человека Знать Путь свой Свой На каждый день Не на призвание Когда-то через 20 лет Я буду Завтра Вот конкретно Завтра Согласишься ли Сделать тишину Покормить Свой Свой Дух Хлебом Небесным И осмелишься ли Открыть ухо К этой мудрости Которая выше Представников И начальников Которая тебе скажет Что тебе делать Я хочу успокоить Бог не кинет Тебя на баррикаду Он знает На что ты готов На что нет Но просто Потихоньку Ходить В благодати Начать Источать Эту природу На все Что тебя окружает И кормить И уже На конец Этого человека Иисус Я пойду за тобой Он говорит Дай мне голову У тебя преклонить Ну встреть меня Накорми меня Нормально Твой внутренний человек Это и есть Иисус Новое творение Христос В тебе Бога Человек Это ты Хватит Его голодом Морить Нету причины Знаете Это делать Кроме Лени Он говорит Лентяй Ленивый Вообще Ты не то Что ты тупой Не умный Не мудрый Нет Ленивый Что если бы ты не был ленив Была бы мудрость Все бы было Водительство О котором так много говорят Дары проявлялись Пророчество Изуслилось Все так Это просто Всего лишь Не ленись Не надо жизнь Свою там отдавать Живи для него Амэн Итак Молитвой Помолился И небо Открылось Молитвой Помолись И пусть Это откровение Запечатлится В тебе Небо уже Открыто Иисус уже Здесь Он внутри тебя Тебе нужно Только просто Помолиться О том Чтобы ты это Запомнил Запечатлил И завтра Начал Может даже Сегодня Амэн С мудростью Отец Благословляю Именем Твоим Благословляю Именем Твоим Каждую душу Господь Это Твои Божьи Помазанные Муравьи Мы Твои Муравьи Потому что Наша природа Заготовлять И собирать Ты сказал Кто не собирается Со мной Тот расточает Хватит нам Уже расточать Отец Мы столько всего Порасточали В своей жизни Столько Морили Голодом Тебя Вместо того Чтобы оказать Тебе Боже Дружелюбие Милость Гостеприимство Пока живем В этом Теле Я благословляю Именем Твоим Каждого человека На этом месте Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Я говорю В Твой разум Сейчас Злорый мой друг Вот положи На себе Руку На голову Я говорю Твоему разуму Пробудись Пробудись Вспомни Кто ты Вспомни Кто ты Во имя Иисуса Христа Чистый смысл Да будет Возбужден Прямо сейчас Именем Иисуса Христа Аминь Наша жизнь Похожа на ринг Где совершается битва Вольба идет И не победить Нам нужно безкомпромиссно Бывает так Вдруг падаешь ты От молнии От молнии Ностых ударов Их нанесла Тебе Сама Жизнь Но снова Встать Тебе Надо Но Бог Дану Насте Силы Снова На ноги Встать И Ветер Вперед Разруши Все Прекраты Если Ты Наш Жажда И Желание Сильными Стать Я Рожден И Всегда Побеждать Я Побеждаю Ветер Лезом Влезу Влезу Встречаюсь В бою Я Против Ветер Вмогов Веры Сомненья Страх Прочь Вдалью Я Не Уйду Без Победы Но Оптал Нам Страсть Силы Снова На Ноги Встать И И И Вперед Разрушим Земли Рады Есть внутри нас жажда и желание сильным встать Я рождён лишь всегда побеждать Я побеждаю К чему стремлюсь, того и добьюсь Всё с верой преодолею Я проиграть не соглашусь Иначе я не умею Но пока в власти силы снова надо встать И лети вперёд, разрушив все преграды Есть внутри нас жажда и желание сильным встать Я рождён лишь всегда побеждать Я побеждаю А сейчас давайте все вместе скажем Я побеждаю И вместе Я побеждаю Давайте ещё раз будем утверждать это слово Я побеждаю Я побеждаю И ещё раз Вместе громко Я побеждаю Я побеждаю Я побеждаю Я побеждаю Я побеждаю Я побеждаю